В эфире информационный выпуск Амши Пшара. Здравствуйте! Только что завершилось торжественное заседание, посвященное десятилетию международного признания Абхазии. Абхазское телевидение вело прямую трансляцию с места события. Сегодня, 26 августа, Абхазия отмечает День международного признания республики. В этот день, 10 лет назад, Российская Федерация признала независимость Республики Абхазия. 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление абхазского и осетинского народов, руководствуясь положением Устава ООН Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинскими заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал указы о признании Российской Федерации независимости Абхазии и Южной Осетии. Отпраздновать это радостное событие – тысячи людей вышли на улицы. Сигналы автомобилей, музыка, танцы были повсюду 26 августа 2008 года. На площади свободы в Сухуми тогдашнее руководство Абхазии во главе с президентом Сергеем Багабшем поздравило всех жителей с признанием независимости. 26 августа в Сухуми прошел ряд памятных и торжественных мероприятий, посвященных знаменательной дате. И начались они в селе Эшера, где состоялась церемония возложения цветов к мемориалу первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Арзенба. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджемба принял участие в церемонии возложения цветов. В ней также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин, чрезвычайный и полномочный посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Бациев, премьер-министр Геннадий Гагулия, спикер Народного собрания парламента Валерий Кварчия, руководитель администрации президента Беслан Барцец, депутаты парламента, члены правительства, руководители и участники ветеранских и общественных организаций, гости праздничных мероприятий. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба возложил цветы и к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в парке боевой славы в Сухуме. Память погибших почтили спикер Народного собрания парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Геннадий Гагулия, государственные и общественные деятели, жители и гости столицы. 26 августа состоялась церемония возложения цветов к мемориалу второго президента Республики Абхазия Сергея Багабш в селе Джгярда. В церемонии возложения цветов приняли участие спикер Народного собрания парламента Валерий Кварчия, депутаты парламента, руководитель администрации президента Беслан Барцец, члены правительства, гости. Это человек порядочный, честный, умелый организатор и просто человек, который своим обаянием иногда даже и своих противников нейтрализовывал. Благодаря ему в Москве у многих чинуш изменилось отношение к Абхазии. И это счастье, что выборы Багабша накануне 2008 года прошли и в ответственный момент, когда Россия признала Абхазию, здесь был лидером человек, который соответствовал уровню ответственности. Я очень сожалею, что Господь не дал ему осуществить многих планов, но он оставил о себе и у нас, его друзей, самые светлые воспоминания, глубокое чувство благодарности, что вот именно такие люди, как Багабш Сергей Васильевич, формируют лицо нации. Это очень удивительный человек был по своему величию, по государственным человеком, глубоко порядочным, мыслящим человеком. И всегда мы, это общение, которое было между нами, всегда обогащало. Большой вклад внес в развитие республики Абхазия, что республика Абхазия состоялась, и мы его все помним. Для нас, для нашего народа, для нашего государства это самый главный праздник после Дня Победы, День признания, великая заслуга Сергея Васильевича в этом. Сергей Васильевич, я прекрасно помню тот день, я думаю, что в его жизни это был самый большой праздник. И мы вспоминаем этот день, я прекрасно помню, как все это происходило. Ну, дай Бог, чтобы мы, абхазцы, народ Абхазии, помнил это и чтил память Сергея Васильевича. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обменялись поздравлениями в связи с десятилетием Дня международного признания независимости республик. 26 августа 2008 года руководство Российской Федерации приняло историческое решение и признало независимость республик Южной Осетии и Абхазии. И тот день по праву считается одним из самых главных праздников в нашем календаре. День признания независимости еще раз подтверждает наше право свободно жить и созидать на своей родине. Отметил в частности Рауль Хаджимба в своем поздравлении и пожелал народу Осетии благополучия, мира и процветания. Этот день стал символом мужества и стойкости абхазского народа, который в нелегкой борьбе отстоял свое право на свободную и мирную жизнь. Нынешний юбилей является особенно значимым. С честью выстояв в тяжелейших условиях, защитив свободу с оружием в руках, народ республики доказал жизнеспособность своей государственности, проявив несгибаемую волю и твердую веру в победу. Отметил в своем поздравлении президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Президент Рауль Хаджимба встретился с руководителями и членами делегаций, приехавших в Абхазию, отметить вместе с нашим народом десятилетие международного признания независимости республики. Президент принял заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации Ольгу Тимофееву и делегацию Совета Федерации России. Мы рады вас видеть здесь именно в тот день, когда действительно свершилась вековая мечта абхазского народа. Для нас это важно. И это произошло именно со стороны Российской Федерации, Россия, которая связана с Абхазией давней историей. И, несомненно, нам важно, важно сохранить эти отношения, приумножить их, и чтобы в последующие годы наши отношения развивались бы в соответствии с теми документами, которые подписаны между сторонами. Вот эти 10 лет признания независимости для нас это тоже важная дата. Важно, чтобы мы сближались, понимали друг друга сегодня, особенно когда ситуация вокруг достаточно серьезно накаляется, и мы это видим. Знаем, что вы находитесь в преддверии большой даты, 25-летия независимости. И на самом деле сегодня, общаясь с вашими коллегами, слышала и видела, чем живет сегодня территория. Понятно, что очень много проблем, и дай бог, чтобы вот эти 25 лет независимости, они действительно показали, что вы состоялись, давали возможность развиваться дальше. Мирного неба над головой всем вашим жителям, потому что это самое важное, что сегодня нас должно объединять. Ну, а Россия сегодня друг, партнер. Создавая совместные условия для того, чтобы укреплять обороноспособность, самостоятельность в военном отношении, это наша главная задача для обеспечения мира и безопасности в регионе. Поэтому огромное спасибо хочу выразить вам, как президенту и коллегам из депутатского корпуса, за те шаги, которые направлены на улучшение мира и стабильности в регионе. Делегацию из Южной Осетии возглавляет заместитель спикера парламента республики Руслан Тедеев. У нас с вами сегодня один общий праздник. Несмотря на то, что мы два государства, история так сложилась, что нас, как государство, признали в этот день. Несомненно, нам следует выдержать напор всех тех страстей, трудностей, которые есть сегодня в мире. Но мы еще раз доказали всему миру, что мы хотим строить свои государства, развивать их. Нам очень приятно, хотя у нас и у себя дома праздник, но приятно, что мы среди друзей, среди своих братьев. Дорога к этой независимости, как все присутствующие знают, была очень тяжелая, очень тернистая. Но наши народы в этой борьбе выстояли за счет больших усилий, за счет патриотизма своего народа, сплоченности. И, в общем, мы победили. Это была большая победа наших народов. И справедливость восторжествовала. Сейчас, вероятнее всего, у наших народов другие задачи. Сейчас нам надо строить новую будущую жизнь. Президент принял также членов делегаций Республики Арцах. Рауль Хаджимба встретился с депутатом Госдумы Леонидом Калашниковым, Сергеем Бабуриным, депутатом Госдумы Первого, Второго и Четвертого Созывов, а также с делегацией Союза казаков войска Донского. На площади имени Сергея Багапша в Сухоми прошла сельскохозяйственная ярмарка, посвященная десятилетию международного признания Абхазии. На ярмарке была представлена продукция из семи регионов республики, а также павильон города Сухом. Было много песен, танцев, веселья. Ярмарку посетил глава государства Рауль Хаджимба. Необыкновенная атмосфера царит на площади имени Сергея Багапш. На открытии павильонов всех районов республики сюда пришли многочисленные гости и жители нашей столицы. Собравшиеся люди поздравляли друг друга с праздником и пробовали угощение. Столы во всех павильонах буквально ломились от разнообразных блюд абхазской кухни, фруктов и напитков. Среди гостей праздника было много туристов, которые с удовольствием присоединились к празднованию десятилетия признания независимости Абхазии. Они поздравляли народ республики с этим знаменательным событием и желали процветания. Уже в Абхазии не первый год, каждый раз приезжаем, нам здесь очень-очень нравится. Народ очень гостеприимный, все дружелюбные, все добрые, доброжелательные. И от всей души вот мы поздравляем всех жителей этой республики Абхазии с их праздником, мы очень рады за вас. Такая живая атмосфера, живая музыка, мурашки по коже, прям продукты такие, все так интересно, очень нравится. Будем к вам ездить постоянно. Желаем вашей республике процветания, всего самого хорошего, чтобы эти 10 лет были первыми, а дальше они были все плодотворнее и плодотворнее годы существования вашей республики. Шикарная республика, добрейшие люди, вкуснейшее вино, всего вам хорошего. Всего на площади имени Сергея Багапш было установлено 8 павильонов. По одному из каждого района и еще один организован столичной администрацией. Все павильоны возглавляли главы администрации районов. Посетители ярмарки заходили в каждый павильон, угощались закусками, произносили тосты. И все это в сопровождении национальной музыки, песен и танцев. Сельскохозяйственную ярмарку посетил президент Абхазии Рауль Хаджинба, премьер-министр Геннадий Гагулия, спикер парламента Валерий Кварча, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, члены правительства, депутаты и делегации из России. Рауль Хаджинба вместе с делегатами побывал во всех павильонах, отведал угощения и поздравил собравшихся с днем признание независимости Абхазии. Жители и гости столицы приходили на праздник целыми семьями. Весь народ Абхазии поздравляю с этим праздником. Независимость мы ждали долго, всех с праздником. Я хочу поздравить весь народ Абхазии с десятилетием признания независимости. Мы очень долго ждали, а наши предки еще больше. Пусть вот это веселье, которое только в разгаре, вот только начинается, пусть оно на нашем побережье, на нашей Абхазии продолжается как можно дольше. И Всевышний пусть помогает всегда во всех наших начинаниях. Праздник на площади продлился практически до самого вечера. Люди поздравляли друг друга, вспоминали события десятилетней давности и делились эмоциями этих дней. Цария Смыр, Саид Джарсалия, Саида Гухава, Михаил Братухин. Абхазское телевидение. Праздник признания. Так называется фото-выставка, открывшаяся в Центральном выставочном зале Сухума. Ее организаторы – Союз журналистов и Министерство культуры и охрана историко-культурного наследия Абхазии. Мероприятие посетили президент Рауль Хаджумба, спикер парламента Валерий Кварчи, общественные деятели, жители и гости столицы. Фотография порой может рассказать намного больше, чем тысячи слов. Случайные снимки всегда наиболее важны, окажущиеся на первый взгляд незначительными моментами, всегда самые драгоценные. Фотографы в некотором роде являются летописцами, художниками своего дела. Сто работ известных абхазских фоторепортеров Владимира Попова и Ибрагима Чкаду были представлены в Центральном выставочном зале. События десятилетней давности, несомненно, одна из самых главных дат в истории Республики Абхазии. И данная выставка опять возвращает нам факты и эмоции тех дней, говорит фотограф Ибрагим Чкаду. Наши друзья, журналисты российские сказали, что возможно будет признание. Конечно, сразу в фотоаппарат, у меня, кстати, была всего одна флешка, и я думаю, как бы в эту одну флешку и при этом качество сильно не потерять. То есть я и радовался, и целый день думал, хватит ли мне места для фотографии. Конечно, сразу пошел на площадь, потому что так традиционное место празднования обычно, и более массовое. И уже там просто вот этот праздник окунулся, но как мы шутим, мы все события в жизни важные одним глазом видим, потому что другой закрыт всегда, и поэтому здесь есть возможность уже на них посмотреть. Очень люблю эту фотографию, праздник признания, она и дала название выставки. Название тоже не я придумал, это когда на Францпресс работал, они ее дали какому-то изданию, и она стала фотографией недели, и они так и назвали праздник признания. Это приклеилось, такое название, и когда добиваешь признание Абхазии, чаще всего она выскакивает, это приятно радует. Экспозиция состоит из фотографий, большая часть которых была сделана в августе 2008 года. На выставке также представлены разделы о событиях, предшествовавших знаменательному августу 2008 года. Это и пребывание миротворческих сил Российской Федерации, миссии ООН, дипломатические выезжи в горячую точку политиков России и стран Запада, операции по освобождению Кадурского ущелья. Съемки на границе с Грузией, когда мы могли быть сами жертвами того, что мог произойти бой, серьезный бой, но мы были беззащитны ни оружием, ни чем, но нас туда позвали для того, чтобы мы отразили, а вдруг этот бой произойдет. То есть работа журналистов, она не защищена порой, особенно во времена событий военных. Основная тема выставки – это череда драматических моментов августа, которые начались с вероломного нападения грузинских войск на столицу Южной Осетии. Неразрывная связь двух республик – Абхазии и Южной Осетии – в 2008 году проявилась в солидарности и совместных действиях по отпору врагу и освобождении своих территорий от захватчиков. И логическим и справедливым исходом трагедии 8 августа 2008 года стало признание независимости Южной Осетии и Абхазии Российской Федерации. «Сто фотографий, выбранные из нескольких тысяч, они сегодня разворачивают те события, которые предшествовали августу 2008-го. Каждая фотография, если вы посмотрите в двух залах, за каждой фотографией есть события». Фотография – это жизнь, остановленная на миг и запечатленная на века. Все эти снимки объединяет одну. Они сделаны незадолго до того, как жизнь изображенных на них людей кардинально изменилась. Пусть они послужат лишним напоминанием о том, как хрупка человеческая жизнь. «Хорошие эмоции, хорошие фотографии. А главное, что они отражают вашу истину, то, что было, то, что происходило. Для вас, конечно, это, хоть и не здешняя совсем, это очень важно, мне так кажется». В столице фотовыставка будет открыта для посещения до 5 сентября. Затем по инициативе Министерства культуры и историко-культурного наследия выставка будет представлена во всех городах страны. Рината Шака, Тимур Гугохи, Абхазская телевидение. На имя президента Рауля Хаджимба поступают поздравления с десятилетиям со дня международного признания Абхазии. Президента и народ Абхазии поздравили президент Республики Арцах Бакоса-Океан, глава Карачаева Черкесской Республики Рашид Тимрезов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов, председатель Высшего Совета Всемирного Абхазо-Абазинского Конгресса Муса Экзеков, Международная Черкесская Ассоциация. Жители и гости столицы приняли участие в праздничных мероприятиях в Сухуми. Они с удовольствием делятся своими эмоциями и впечатлениями, а также присоединяются ко всем поздравлениям. Хочу поздравить наш народ с этим великим, можно сказать, праздником для нас, с признанием независимости. Независимость, как мы знаем, мы давно отвоевали, но дай Бог, чтобы нас все страны мира признали. Я хочу поздравить весь народ Абхазии с этим замечательным днем. Абхазия шла к этому долго, и наконец-то это произошло. Дай Бог, чтобы наша страна процветала, люди жили хорошо, всем всех благ. Поздравляю весь народ Абхазии с этим праздником. На самом деле это очередной шаг в строительстве государства нашего. Я надеюсь, что вот эти все жертвы были не напрасны, и что дальше мы потихонечку построим государство. Пожелаю добра, здоровья, счастья, чтобы больше такого горя, чтобы наш народ не видел. Поздравляю наш народ с праздником, с великим праздником, 10 лет признания. Мы признали свою страну в 92-м году, и Великая Россия нас признала 10 лет назад. Еще раз поздравляю мира, добра, успехов. Поздравляю народ Абхазии с признанием. Пожелаю счастья, мирного неба над головой, и чтобы никогда в жизни больше войны не было. Поздравляю весь народ Республики Абхазии с днем признания. Действительно, это большой светлый праздник. Желаю всем мирного неба над головой. С днем признания независимости. И желаю, чтобы наша Абхазия процветала, все было у нас хорошо. День признания, это мы помним, да, и помним наших руководителей. Азенба, великий вождь Абхазии, Багаб Сергей, который добился вот этого признания. Молодец. Мы их уважаем. Поздравляю всю Абхазию с днем признания независимости. Долгих счастливых лет, чтобы Абхазия процветала, росла, крепла, чтобы народ никогда не знал горя. Желаю, чтобы Абхазия процветала, чтобы мы развивались, жили хорошо, красиво, чтобы у нас был мир, чтобы никогда не было войны. Сегодня мы все радуемся, радуемся, что войну выиграли, получили независимость, как государство существует. В дальнейшем еще лучше будет. Дай Бог, чтобы народ поняли, сознали, чтобы дружно жили. Поздравляю вас и нас всех с сегодняшним праздником, праздником признания. Сегодня прекрасная дата. И если мы будем друг друга понимать правильно, наша Абхазия будет расти, будет свести, будут приезжать со всех концов мира, и всегда Абхазия будет хорошая. Я прошу спокойствия, радости, всего-всего хорошего. В эти минуты в Сухуми продолжаются торжества, посвященные десятилетию Дня международного признания Абхазии. Завершается концерт хора имени Пятницкого, а затем на набережной столицы состоится концерт творческих коллективов страны. В 21 час торжественные мероприятия завершатся праздничным салютом. Подробнее об этом в нашем следующем выпуске. А сейчас к другим темам. Памятник абхазскому генералу Хасану Харази открыли в подмосковном городе Раменская в субботу 25 августа. На церемонию открытия монумента приехал вице-премьер Абхазии Астамур Кецба, который зачитал приветственное слово от президента республики Рауля Хаджимба. Об этом сообщается на официальном сайте президента. Хочу выразить благодарность руководству города, скульптору, организаторам, совету ветеранов 100-й гвардейской стрелковой свирской краснознаменной дивизии и союзу десантников России за организацию и проведение столь важного события. Все мы хорошо помним всемирную историю времен Второй мировой войны, когда советский народ вступил в борьбу с фашистской Германией. Сыны и дочери Абхазии также не остались в стороне в борьбе с фашизмом. Одним из таких славных сынов Абхазии являлся Хасан Лагустанович Харази, отмечается в приветстве президента Абхазии. В церемонии открытия памятника также приняли участие посол Абхазии в России Игорь Ахба, представители московской абхазской диаспоры. В Адане открыт Абхазский культурный центр, главой которого избран Дауд Хапат. Этот культурный центр стал 14-м в Турции и находится он в селе Акпынар района Туфанбейли города Адана, где проживает более 290 абхазских семей. Об этом сообщает Абснапресс. Культурный центр будет объединять представителей абхазо-абазинского этноса в трех селах. Здесь будут решаться вопросы по сохранению национальных культур и языка. На церемонии открытия центра присутствовал официальный гость из Абхазии, полномочный представитель Республики Абхазия в Турецкой Республике Вадим Харазия, а также представитель абхазо-абазинского этноса. 27 и 28 августа в Абхазии выходные праздничные дни. В связи с тем, что праздничный выходной день 26 августа, день международного признания Абхазии, совпал с воскресеньем, выходной переносится на понедельник, 27 августа, а 28 августа во вторник в Абхазии отмечают День Успения Богородицы. Это праздничный выходной день. Ну и в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению гидрометцентра, в выходные праздничные дни в Абхазии ожидается ночью. Местами слабые осадки, днем жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 28-33 тепла. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!